Товарищ начальник управления образования, лично состав сборов в количестве 250 человек построен. Начальник сборов Рыбальченко. Озерская школа уже второй год становится базой для военно-полевых сборов школьников. Подобные мероприятия вновь созданы для того, чтобы максимально готовым подвести молодого парня к армии. Образовательная политика Староскольского городского округа определяет для себя главную задачу. Это отдых и оздоровление детей. И кроме того, патриотическое воспитание. В любое время года. Поэтому сегодня, вот уже второй год, на базе образовательного комплекса «Озерки» мы проводим полевые сборы юношей-десятиклассников. Местный школьный двор на время стал плацем, где ребята попытались маршировать под марш прощания славянки. Ча! Три! Два! Ну а на заднем дворе расположилась, можно сказать, военно-полевая база. Тот, кто находится в поле вместе со мной, подбирает спортивный снаряд сразу же после его падения. Участок разбили на несколько станций. Это и метание гранаты, и стрельба из мелкокалиберной винтовки. Но самое интересное было в палатке. Частичный разбор, сбор автомата Калашникова. Начинаем с отделения рожка, после чего трудохранить затвор. Детям в ближайшие пять дней предстоит здесь пройти основу военной службы. Огневую, тактическую, строевую подготовку, туристскую полосу препятствий научатся преодолевать. Научится разбирать и собирать автомат Калашникова, снаряжать магазин патронами, метать гранаты, как вы видите, химзащиту, радиационную защиту. В общем, курс молодого бойца. Большинству парней, конечно же, это интересно, тем более, когда ты сам можешь все потрогать руками и попробовать себя. Какие-то моменты интересные, какие-то скучноваты, ну, всякая теоретическая часть. А вот практика, стрельба, разборка-сборка АК, там, тактические какие-то маневры, то есть, нас учили сегодня ходить в парах, передвигаться по полю. Ну, это интересно, а сидеть там в кабинете, что-то изучать по бумагам, по интерактивным доскам, не доставляет удовольствия. К армии можно подготовиться здесь, и, как бы, ну, незнакомые. Ну, в школе мы также тренируемся, вот, метать, автоматы разбирали несколько раз, стреляем на соревнованиях. Ну, это то же самое, как ГТО почти. Безусловно, полезные мероприятия, которые дадут парням определенные первичные навыки. И, наверное, стоит их проводить почаще, а может быть, и оставлять ребят на несколько дней в этом лагере с ночевкой. Тем более, возможности позволяют.